Добрый день, Елизавета! Я получила ваши вопросы и хочу на них ответить специально в видеоформате, так будет более наглядно и понятно, что происходит. Значит, по поводу четвертого урока. Это урок по основным действиям. Там я вам рассказываю про так называемый таймлайн, это когда вы можете действие вперед, действие назад, работать, как перемещать объекты, как их трансформировать, еще что-то. Значит, там у вас получаются нарисованы простые геометрические фигуры. И эти фигуры, вы видите, как будто бы они по слоям. На самом деле они не по слоям. Вот смотрите, у меня сейчас создан в панели один слой. Я начинаю рисовать квадратик, заливаю его красным цветом. Рисую звездочку, заливаю ее желтым цветом. И рисую, скажем, кружочек. Сейчас мы его зелененьким сделаем. Кружочек, рисую его зеленым цветом. Слой у меня остался один. Но внутри слоя вы можете видеть все объекты, которые находятся. Притом, поскольку я создавала фигуры не от руки, а использовала готовые шаблоны, они у меня сразу подписываются, что это фигура прямоугольник, это контур и это эллипс. Если же я буду создавать какую-то абракадабру при помощи пера, она тоже обозначится как контур. То есть программа автоматически понимает, что это. И видите, она опять легла наверх. Здесь, в данном уроке, я вам объясняла их последовательность. То есть вы можете сделать наверх, вниз, посмотреть, где находится какая фигура. Можно здесь двигать, можно двигать при помощи кнопочек. В общем-то, они находятся внутри данного слоя. В уроке номер 3 вы могли скачать вот такое изображение. И тоже там, как сгруппировать, разгруппировать. Во-первых, вспоминайте, пожалуйста, что я вам объясняла, что у нас у слоев есть две основные функции. Во-первых, это видимость слоев. А во-вторых, вы можете заблокировать или разблокировать слои. То есть в данном случае я ничего не могу сделать, потому что у меня на всех слоях стоит замочек. Вот они у меня все слои. Я могу их либо заблокировать, либо разблокировать. Здесь я от вас еще до сих пор не увидела домашнего задания по поводу экспорта. Разобрались вы с ПНГ или не разобрались, как монтажные области делать. Пожалуйста, мне его пришлите. Если есть вопросы, задайте их. Потому что именно там и происходит как разбирание со слоями. Я прошу скопировать с этого слоя, прошу эти слои заблокировать. То есть, чтобы вы поняли, как это сделается. Внимательно на него посмотрите и сделайте его. И, соответственно, вот они слои. Как сгруппировать? Выделяете все. Видите, у меня сейчас все разблокировано. Выделяю все. Правую кнопочку мыши сгруппировать. При группировке все объекты, которые находились на разных слоях, сгруппируются в один. Видите, здесь у меня стало все пустое. Вот чистые белые окошки. Сюда они сгруппировались. Вот таким образом оно получается. По поводу рисунка, который вы сделали. Вы немножечко торопитесь. Я понимаю, что очень хочется. Поэтому пока вы учите основу и основные инструменты, учите их. Обязательно распечатайте себе на компьютер все горячие клавиши. Ну, прям распечатку. Либо выпишите, приклейте их рядом с монитором, чтобы вы их запомнили. Потому что Ctrl-Z, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-B, Ctrl-A. Вот эти вот сочетания, они очень-очень ускоряют работу. И если вот прям уже очень хочется начинать рисовать эскизы, у вас это будет чуть-чуть позже. Но если вы зайдете на мой YouTube-канал. Сейчас я вам покажу. Так, мой канал. Вот, у нас здесь с вами есть марафон по техническому рисунку «Женская база». И вот здесь первое видео, обучающий. Рисуем женскую футболку в векторе. Если вы в него зайдете, здесь целых 26 минут, то есть почти полчаса, я все детально объясняю. И вот здесь вот прям по пунктикам написано, как я это отрисовываю. У вас не получается залить манжеты, потому что вы нарисовали их линией. А нарисовать их надо именно замкнутым объектом. Вот, посмотрите вот это видео, и вам станет понятно. Вы это видео еще дополнительно получите в рамках курса. Когда у вас закончится основной блок с 12 занятий, вам придут все 6 уроков с описаниями по марафону по техническому рисунку. Но если вы торопитесь, то марафон вы можете весь отсмотреть и посмотреть, что мы с ним, собственно, делаем. Здесь уже намного больше, чем 6 видео. Я продолжаю работать с данной базой, показываю, как можно моделировать. Видео в доступе, в открытом. Пожалуйста, заходите, смотрите. Если у вас появились вопросы дополнительные, обязательно пишите, со скриншотами все присылайте. И обязательно сделайте домашнее задание к третьему уроку. Там важно разобраться, понимаете ли вы разницу с монтажными областями, как сохранять файл. Это основа, без которой вам будет тяжело дальше. И со слоями еще раз разбирайтесь. Смотрите, не показала маленькую штучку вам. Значит, смотрите, вот он слой. Если вы хотите его дополнительный слой создать, вот здесь вот галочка создать новый слой. Сейчас. Вот она, создать новый слой. У вас появляется новый слой. Для того, чтобы его переименовать, двойной клик делаете по названию слой. И можете там написать любую абракадабру, которую вы хотите. Если вам слой не нужен, вы можете его выделить и потянуть, убрать его в корзину мусорную. То есть все очень просто. Я это показывала, рассказывала в видео, но если не получилось, вдруг вот посмотрите. Все можете спокойно отработать на скаченном в третьем уроке файле. Он многослойный, все слои прописаны, расписаны, все детально разведено. Так что проблема у вас не должна возникнуть. Давайте, дерзайте, пробуйте. Если что-то непонятно, то обязательно напишите, я еще раз объясню. Пока-пока и до скорых встреч!